Дорогие братья и сёстры, с вами Александр Кузьмин, и в этом видео мы с вами поговорим о том, собственно говоря, как я попал не просто на курсы актерского мастерства, а прямо-таки в труппу театра был принят. Соответственно, об этом речь поёт, и магический закадровый голос первые несколько минут будет нас с вами преследовать. Всё-таки я дипломированный чемпион по накладыванию закадрового голоса. Видеокартинка в данном фрагменте, естественно, значит, для тех, кто давно меня смотрит, знакома должна быть. Тем более для тех, кто подписан на мой телеграм-канал, вы знаете, что одно из моих увлечений – это снимать, то бишь арендовать дорогие автомобили, там где-нибудь от 7 миллионов рублей за штуку. Ну, соответственно, никогда в жизни я покупать такую машину не буду, а вот аренда позволяет не являясь владельцем автомобиля прочувствовать все кайфы и, соответственно, не прочувствовать все негативные аспекты. Обслуги, возня с обслугой, возня со страховками и расходы и так далее, перешиповка, перезимовка, переколёска и перегазовка и так далее. В общем, ладно, извиняюсь с одной стороны, а с другой стороны, ну, нет в этом моей вины, что очень целых две недели видосы не снимал, как у меня уже спрашивали, трое человек в комментариях. Какого фига, Сашенька, где видосы? Но я сильно был занят. В общем-то, причина моих занятостей, она видна в видосе. Сейчас, 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 только можно подняться чуть выше. Себя, как всеми известный персонаж, за волосы, из болота. И вот, вы видите, из болота, а это, по сути, тоже является болотом, понятное дело, Яндекс, да. Фу, это очень тяжело, у меня тоже просили снять про достависту, про работу в достависте, в Яндекс.Иде, про заработок, там, курьерство, ой, расскажу. Также в очереди не забываем видос про прогулочку мою с подписчицей, про это тоже помню, но пока просто времени тупо нет. Про все это будет снято. Про побочки, в принципе, про кушание препаратов от психики и для психики. Все тоже это будет отснято. Про побочки, а также бафы. Не только же негатив. Но мы боимся, и приморский лентяй, я ему рекомендовал настоятельно, хватит, ты мучаешься, я мучаюсь, давай уже принимать антидепрессанты. Он отказывался. Он говорил, что, я говорю, сходи в психушку. Он говорит, там калечат и насмехаются над тобой, унижают тебя в психушке. Извините, но человек имеет право на ошибки, и, в общем-то, главное принимать ответственность за эти ошибки целиком на себя. Как бы я его пытался уговорить, открыть ему глаза на правду, но, к сожалению, к сожалению. Значит, передаю привет всем тем, кто активно со мной переписывается, общается в телеграм-беседе моего канала. Мальчики, девочки, вам привет, кто мне пишет, кто мне донатил. Саша, здорово, тоже тебе. И, соответственно, привет всем, кого я знаю лично. Кому-то еще хотел приветы передать. Ебать, блядь, забыл, сори. Память вот по бочке от психопрепаратов. Кому-то важному для меня, важным для меня людям хотел передать привет и забыл кому. Ох, просто до слез. Посмотрите, такую важную вещь забываю. Вообще, в принципе, вот про мою психику сейчас, коротенечко совсем расскажу. Выбрала путь моя психика и мои мозги, что раз столько негатива в жизни, столько негатива, мы будем максимально приглушать реакцию и максимально удалять это из твоей памяти. И, в принципе, даже не всаживать это в твою память. Когнитивные способности около нулевые из-за этого. Мозг, психика выбрала такой путь, что раз столько в жизни твоем негатива, не нужно, Сашенька, это запоминать. Давай память отрубим вообще практически на ноль. Ну да, там есть проблески позитива. Ну зачем? Давай отрубим полностью все, чтобы... Невозможно глушить исключительно негатив. Будем отрубать полностью все воспоминания и притуплять все чувства. Ну, к сожалению, поэтому я как бы запретак не закаяться и так далее. Ну, такие факты. Ничего подрезать, обрезать я не собираюсь. Давайте, все. Видео про театр, про курсы актерского мастерства. Вот, все начиналось давно. Вы сами понимаете, что я мучаюсь. У меня нет до сих пор за всю жизнь взаимной любви. Мне 20 с лишним лет, 20 с лишним лет. Я очень рано начал из-за стрессов и так далее, из-за щитовидки больной, лысеть даже из-за этого. Очень рано, если кому-то очень интересно, это не из-за генетики, а чисто вот в принципе из-за стрессов и из-за щитовидки. Лет так с 15-16, это пиздец, понимаете? Это реально трэш. И потихоньку все хуже, хуже, хуже. Ну, что поделать, что поделать. Среди предков моих, среди моих родней, ни по мужской, ни по женской линии, лысых нет абсолютно. Наоборот, там все более-менее, особенно у моих вот кавказских этих пленников, кавказских моих родственников, у которых член стоит до 50 с лишним лет, что, извиняюсь, он там в 53 года у меня дядя, оказывается бабах, а у него ребенок еще. И, к сожалению, на стороне осуждаем. Это тяжкий грех, измена. Ну, вот такой вот он у меня. А сейчас у него он за это уже в расплате, у него третий инсульт, постоянно и курил, и пил, и в общем, по бабам. Ну, вот у него все хорошо, с густыми волосами. Он такой, понимаете, тоже грузин. А вот мне вот передалось только вот в качестве, может быть, монобровимой армянско-грузинско-кавказские корни. Ну, это и хорошо, это и хорошо, что я славян, истинный славян. Так и должно быть в нашей жизни. Соответственно, по поводу замедления и блокировки YouTube. Вот DPI-хренота, прощай, DPI, goodbye, DPI, вот. Это хорошо. Но у меня он, представляете, совсем недавно, а именно позавчера ни с того ни сего, накрылся. Хотя все там эти шильдики, фильды, enabled, disabled, все, я поменял, заменил, не работает. И также я пытался его установить на рабочий компьютер по архитектуре, там у нас в архитектурно-строительном бюро. И тоже у меня goodbye DPI этот сказал, я работать не буду. Я вам настоятельно рекомендую, если у вас на винде, допустим, компуктер, расширение, загуглите сами, рекламировать не буду, расширение от замедлений в YouTube. Скачивайте. Вот я установил две штучки, и прям-таки даже круче, чем goodbye DPI работает. Быстрее-быстрее видос, я в 4К спокойно на 2Х бачу, дыблюся, в общем-то, и вам тоже советую. Потому что рано или поздно у каждого из вас goodbye DPI или там VPN, особенно бесплатные, могут отрубиться. А никуда переходить из YouTube я не собираюсь. Потому что RUTUB, объективно говоря, это бесконечные тонны пропаганды, пропаганда повсюду, в рекомендациях пропаганда постоянно. Даже если я выбрал интересы, не связанные с политикой, никоим образом не пересекающиеся с ними, а мне кидают видосы про то, что там происходит в Украине. И как, ну, в общем, вот эти вот около СВО, зачем мне это нужно? А они тесно связаны еще с агрессией. Потому что не может быть СВО без агрессии. Защита, оборона и нападение – это всегда агрессия, 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 либо отражение агрессии, но все равно эти видео пропитаны агрессией. А мне это не надо. Потому что я и так бесконечно часто, ну, по слову «бесконечно» можно тут не повторять было, сталкиваюсь с агрессией. Вот как раз-таки в том числе и на Яндекс, и на доставистодоставках. К сожалению, тем более не забываем, что вот мой район Околоток, он достаточно чудесный, но периодически наплывают дебилоиды там из соседних, из окраинных районов, а также из эконом-жилья, которое у меня тут, блядь, понастроили. Оно не относится к нашему Околотку, но они все равно топают, топают, топают к моему дому. Или я к ним топаю на доставках. В общем, там такие кадры, такие люди, что без баллончика я уже не выхожу из дома. Потому что нужно быть всегда, я вам советую, ходите, братья и сестры, с газовым баллончиком, с перцовым баллончиком. Ходите с перцовым баллончиком. В метро с баллончиком пропускают. Вы просто его не дурите, не показывайте. Вы его в кармашки проносите. Ходите всегда, это ваша защита. Потому что сейчас огромное количество конченых людей. Зэков, вернувшихся, оправданных после участия в спейшал-военной оперейшн. А зэки там по нехорошим многие статьям сидели. Из нас, из насосилования. Собачки, нарсобачки и так далее. И вот они все, как я, в наколках. Потом, в общем, кстати, я когда с подписчицей гулял, я потом в видосе расскажу. Я тоже на одного из таких нарвался. И частенько они. Так что ходим с перцовым баллончиком. Наша с вами защита. Все. А теперь про театр. Фух. Понятное дело, что дико мне нехватка. Сижу дома, ничего не делаю. Мучаюсь, страдаю. Девушки нет. А нужно же как-то ее найти. Мне посоветовали. Хватит. И вам тоже через это советую. Онлайн-знакомство. Я это всегда говорю. Это дрянь, это помойка, это мусор. Особенно, если вы мужчина. Вы там практически около нулевой шанс кого-либо, что найдете. Вы хотя бы на моем примере можете это давно проследить. Что практически невозможно. И даже те девушки. Общая черта у них есть. С которыми я гулял, ходил на свидания. Что оказывается, они потом еще после меня годами сидят. И посвящают там десятки, сотни тысяч свиданий. Что это просто тарелочницы, бесконечности. Даже это не принцесс-ждальщицы. А просто на поток поставили, а не это общение. И вот я очень часто именно с такими на свиданиях оказывается гулял. У которых я был далеко не единственным. А нам, ну вы сами понимаете, кого я ищу и так далее. Вы уж меня извините все-таки. Ну все. И где искать? Где искать ту самую, как говорится, девушку? Вот ретроспективная ревность и все в этом духе. Что я либо лучше вообще буду, и вам тоже советую, без девушки. Без девушки. Абсолютно. Либо только девственность. Если у вас ретроспективная ревность, не мучайтесь. Не идите на компромиссы. Вы никогда не преодолеете чувство ретроспективной ревности. Особенно если она мощно у вас разжится. Это абсолютно нормальная часть территориального инстинкта в мужчине. В самце. Если у вас это есть, вы от этого не отойдете. И не мучайтесь. Что, раз, не идите. Если девушка, как сказать, с пробегом, ну извиняюсь, такие приходится слова подбирать. Пусть это не в обиду. Это не обидные слова. То вы не примете ее пробег. Не примете, если у вас развито чувство ретроспективной ревности, этот территориальный инстинкт. Не примете. То есть, либо вообще без девушки. Всю жизнь даже. Монашествовать. Это нормально. Это подвиг. За это почувствовать по общему закону справедливости, который действует не на этом мире, а на мире вечном, будущем, так сказать, небесном. Как бы все будет компенсировано. Все ваши страдания, мучения, невзгоды, лишения, но не детственности. Они будут компенсированы в дальнейшем. Я уверен, это вот именно закон справедливости, который действует именно не в этом мире, ни в коем разе. Так бы, если бы закон справедливости действовал в этом мире, то знаете, что было бы? Как одно из проявлений закона справедливости, карма, мгновенная карма была бы. Но, к сожалению, у нас вообще ни о какой карме и говорить не приходится, тем более о мгновенной. Но, возможно, все-таки наказание, как я про дядю говорил, они через время приходят, настигают. И это хорошо, что они настигают в этом мире тебя, что ты очищаешься уже в этом мире путем страданий за свои грехи. Но страдания, они далеко не только за грехи бывают, к сожалению. Что вот кажется, что какого хрена я страдаю? Я же не грешил толком. Это не за грехи и страдания. Это уже совсем другая история. Это вот по поводу того, что справедливости в этом мире мы не ищем, к сожалению, или все-таки к счастью. Потому что общий закон справедливости, он действует уже на другом мире, обязательно. В общем, нафига я про это заговорил? Я уже запутался. Все, все, все. Запутать языка. Все, продолжаем про театр. А вот, главное, что лучше вообще без девушки. Лучше вообще без девушки, чем блядовать. Лучше монашествовать, чем блядовать. Но если вы все-таки найдете, не отчаивайтесь, но и как бы сильно не надеете, что вы это найдете. Как вот я, потому что сильно не надею. Не найду, но, блядь, это, конечно, тяжело. Это мучение будет продолжаться и страдания. Ну что ж, будем монашествовать всю оставшуюся жизнь и без девушки находиться. Вот я один буду, ну, чем, как говорится, идти вот еще. Ну, ладно, все. Соглашаться на то, что мне заведомо не подойдет. Это же, понимаете, если согласиться на то, что заведомо не подойдет, эта девушка будет не девственница. Ты ей же испортишь жизнь своей бесконечной, даебами по ретроспективной верности, по ее переживаниями, по ее прошлому. Ей да ее даебывать будешь. В конечном итоге вы расстаньтесь. И ее, и себя будешь даебывать. Понимаете? Поэтому не стоит, не стоит. Лучше уж монашествовать. И как бы принять это монашествование, что, ну, ничего страшного. Еще раз, живем по приколу. А кто вам сказал что? А кто вам сказал что? Монашествовать это плохо, что-то противоестественное. А? Вот часто себе задавайте вопрос. А кто мне сказал? А кто сказал? А кто нам? А кто вам сказал что? Вот постоянно задавайте себе это вот вводное слово, это предложение, этот вопрос. Постоянно. Значит, поехали дальше. В общем, чат, ну где? Мне вот посоветовал даже подписчик. Ну, сходи тут на курсы актерского мастерства. Ты там, может, найдешь себе дырочку. Потому что я ходил в посольство венгерское, там никого не было. Там все были старшими. Там девушек много, женщин, но они все давно уже женщины. То есть там я никого не нашел с этим заместителем главного нашего чувачка венгерского. Ну, все, у меня слова забываются. Не атташе, не пресс-атташе. Ну, посол, допустим, главный посол венгрии в Екатеринбурге. Значит, поехали дальше. Соответственно, буль-буль-буль. Ну, что? И вот так вот, еще раз, что огромное количество в нашей жизни событий, ситуаций, они на самом деле случайны. И от нас зачастую вообще никогда не зависят. То есть многое в нашей жизни зависит от случайности. И случайно могут обстоятельства очень долго так складываться негативно. Что тупо не везет. Это я вот еще раз повторяю. Или случайно может очень везти. И мы даже этого не понимаем и не принимаем. Что это не по нашей, в общем-то, вине нам так везет. А это все случайность. То есть сила случайности в нашей жизни правит случайность. Еще раз. Языком случайности с нами говорит Бог. Запомните это. Вот мне вот случайно не везет катастрофически. Так обстоятельства, независимые от меня складываются, нехорошо. То у меня кривые зубы, то у меня щитовидка больная, то у меня облысение, то у меня прыщи и так далее. Я пытаюсь с этим бороться. Зубы, как говорится, я уже всю верхнюю часть, мне тут два зуба вырывали, выровнял и так далее. С остальным всем. Мне, кстати, приходится. Хотя, представляете, для чего это делаю. Я напокупал дорогущую хрень. Эти микс, как миноксидил или как. Ну, чтобы брызгать, посмотрим, что будет. Ну, говорят, что вроде как, еще надо постоянно разогнаживать, чтобы волосы проглаживать, чтобы кровоснабжение улучшалось у головы. Говорят, что вначале у тебя будет хорошо после этого миноксидила, или как это называется, волосы расти, а потом наоборот они там все, конечно, атрофируются. Кстати, четыре раза пересаживал волосы Илонов Максим. Как тебе, Илонов Максим? Несколько раз пересаживал волосы Паша, Дуров, ну и так далее. Кстати, по поводу Леши Поднебесного, то у него все хорошо с волосами, но на зоне заставили ему на лысо побриться, постричься. Мне очень жалко этого человека. Я несколько дней просто, знаете, в шоке был. Я не мог принять вообще ту историю, что, вот про принятие уже говорил, а тут еще раз попринять, что, ептать, Леша, наш друг, Леша Поднебесный из Нижнего Новгорода, в тюрьме, и наверняка несколько лет ему придется напредить. Ну, вроде как, оказывается, всего лишь четыре года, ну, всего лишь четыре года, всего лишь в тюрьме. Его там на зоне мучают, хотя дедовщины в армии нет, и на зоне вот этого петушения, образно говоря, нет, оказывается. Как у меня один из подписчиков, мы общаемся в Телеграме, беседею ваше перепередал. Ну, тем не менее, по официальной информации, за его писем Леша Поднебесного все-таки его там мучают. В принципе, там ужасные условия, там не поесть толком. Хотя он и так, вы помните, как он питается, вот как я, можно сказать, экономно. Так там еще хуже, чем вот эта вот красная цена. В общем, ладно, все-таки у него вырезан желчный пузырь, забываем. Ему нельзя страдать и мучиться, но приходится. Вот тоже так случайно сложились обстоятельства. Ну, в общем-то, он к этому и шел, наверное, все-таки 130, какая-то там, 7 или 9 статья. Ой, ну, что ж поделать, что ж поделать. Как бы, закон есть, значит, своим, т-т-т-т, а ППП закон. Ну, в общем, ладно, друзья, а врагам закон, пусть будет врагам. В общем, ладно, друзья, поехали дальше. Ну, что ж, и так случайно, мы про случайность разоговорили, вот сложили события, представляете, что мне как раз нужно было в театр, в театральное мастерство. Ну, ты даже начинаешь гуглить, ну, какие курсы актерского мастерства. А мне же нужно, чтобы там как раз-таки публика была соответствующая моим интересам и моему возрасту, в первую очередь. Что вот как вот волонтерство, про волонтерство тоже я на стенографии должен был рассказать попозже все это. И про архитектуру стративного бюро тоже попозже. Я все это помню, я в очереди это поставлено. Обещал, сделаю. Как вот я обещал, что я вот сниму видосы, скорее всего, на этой неделе я вот, пожалуйста, выкладываю. Время освободилось. Ну, это, условно говоря, время освободилось, потому что сейчас я нахожусь, никому не говорите, но на смене. Но я уже доставил, я в светлый сгонял туда-сюда, туда-сюда, все-таки 30 минут от моего дома. Я уже несколько раз, несколько ходок сделал. Так что я имею право сейчас небольшой на отдых. Имею право, я уже рассказывал, кстати, в этом видео. Приходится повторять, у меня все, когнитивка на нуле. Значит, поехали дальше, все. Соответственно, вот даже если, ну, нет ничего более-менее интересного, чтобы если ты ищешь, если ты ищешь, далеко не факт, что ты найдешь то, что тебе нужно, и что ты прям найдешь в принципе. По актерскому курсам, актерскому мастерству и по, в принципе, околотеатральным движениям, чтобы там, извиняюсь, и девочки красивые были, чтобы потенциальные вот девушки, твои партнерсы и так далее. Ну как ты это найдешь? И так случилось, случайно случилось, что у меня театр, актерское мастерство нашел сам, нашли сами. Абсолютно вот так вот, без моих усилий. И как все это проследило? Все, начинаем, наконец-то. 20 минут пропизделся, называем лайк, комментарий вставить. Поехали, основная часть видео. Леонардо, да, и Винчик, сами понимаете. Ищем там девушку в этой помойке, хотя там практически бесполезно это все искать, но все-таки нужно, еще раз, на войне все средства хороши, от отчаяния уже вот приходится пытаться, 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 пытаться. Одну на миллион ищем, одну на миллион. И, соответственно, в одной из анкет я читаю. Парня не ищу, а ищу актеров потенциальных. Тоже вот опять слово потенциальных, ну ладно, употреблял уже. В театр. Значит, что за театр? Не Шарашкина контора, он уже несколько лет действует. Есть у нас молодежный клуб, как я вообще об этом молодежном клубе узнал? Связар называется. Я туда доставлял в Яндексе до 3-4 месяца назад, понимаете? Я там загуглил, думал, что это за Связар, секта какая-то, что ли? Что это за странное название Связар? А это, оказывается, молодежный клуб, а при нем есть театр. И так вот совпало, что фигак, а эта девочка как раз-таки набирает ребяток, которые будут тестировать, организаторы будут этого театра. Набирает, вот как раз-таки я туда доставлял, довинчики, все, все само, мне ничего делать не нужно. Думаю, случайность, вот спасибо, то, что нужно. Ну и все, я пишу девчоночке, она говорит, через несколько недель будет собеседование, тебе нужно там, я ее предупредил, что у меня память плохая очень, как я буду участвовать в этих театральных... Ха-ха-ха, а как там, а блин, забыл, там еще от волнения и так далее. Но все равно, тема это моя, движение это мое. Ну, нормально. И все, прошло время, договорились мы, я там подписался на все их соцсети, что вот, наконец-то, собеседование, там нужно рассказать стишок и прозу, как я понимаю, но не книг, я понимаю, в общем-то. Ну и все, час настал, судный, когда нас всех пригласили, я думал, что как бы это будет более-менее лайтово, оказалось, что это безумно сложно и волнительно, не знаю, что все-таки в некоторых ситуациях действительно и волнительно очень молодой человек. Бля, это пиздец был. Это такая ужасная обстановка, там, царила. Когда я туда зашел, смотрите, я сразу же понял, что это будет ад. Перед нами три стула. Три стула, прям трона таких, с высокими спинками. Стол. И полукругом обычные стульчики выставлены. И, как бы, уже очевидно, что жюри будет смотреть прямо на нас. И при этом все выступающие, во время того, как будем выступать мы, тоже сзади, следующие, предыдущие будут тоже смотреть на нас. Я как это все осознал, это пиздец. Выступающих, претендентов на поступление в этот театр, в труппу театра, было 10 человек. Жюри, по количеству стулов, три. Это не просто жюри. Это режиссер и руководитель нашего театра. Андрюша, 28 лет от роду, немец, понимаете. Вика, тоже 28 где-то лет ей. Она тренинги, там, по голосу, допустим, ведет. Но тоже одна из руководительниц. У них у всех профильное образование. И Андрюша, режиссер. Вика, не знаю, если честно, с культурой связана с театром. И третья девочка, ну, я не знаю, сколько ей лет, 20, может быть. Она про пластичность, про хореографию. Она смотрит и спрашивает у нас про все это дело. Там не просто ты вызубренную информацию передаешь, что тебе это про застишье, про застишье. Но они тебя еще останавливают резко. А теперь расскажи, как водитель. А теперь то. А теперь, а как у тебя с танцами дела обстоят? Ну-ка, покажи нам свою пластичность. Ты вообще можешь? Как это у тебя с раскрепощением и так далее? Ну все. Есть у нас там мальчик Рома. Он впоследствии тоже вступил в труппу. Он прямо все время первый. Все время он лидер мнений, так сказать. Он лежит еще, кстати. Чувак. И давай я первый выступил, он с зонтом пришел, потому что дождь в принципе. И он этот вот, когда стих, момент стиха рассказывал, он очень громко орал, что страшно было, и двигался. Ну, в общем, четко его приняли. И, блин, я не хотел быть последним, потому что это как бы не наша роль последнего. Это, ну, некомфортно. Ну и первым это тоже хрень полная. Я вот люблю вот так вот уже более-менее так чик-чик-чик, ага, все изучить, все. А теперь вот я думаю, все, а теперь мне надо. Все порассказывали, думаю, нихрена не длинные стихи рассказывают. А я как бы из прошлого, из своего, там, раньше чуть ли там, ну, мог подряд, там, минут 10, даже больше, наверное, Женю Онегину рассказывать. То есть я наизусть все это знал. И есть у меня там спектр стихов, которые, ну, я наизусть знаю. То есть мне даже не надо было готовиться. Вот я вот, не подобное. В общем, там, ну, рассказал о прозу, я подготовил, даже не смог ее выучить, ну, сами понимаете, память, книжечку просто взял, ну, очень интересно, там, про Гришку Распутина фрагмент из Валечки Пикуля, из Валечки Пикуля. Это, там, такой яркий, острый отрывочек. И, кстати, впоследствии даже не стал я его рассказывать, потому что у меня там, может, другие вопросы пошли. Вот я рассказал, а как ты это, там, Андрюша пошутил про то, что я, ну, в этих, в танцах, понимаете ли, там, чуть ли не стриптизных буду участвовать. Ну, вот, нормально все, там пошутил, и все. Отреагировали все, показали. Ну, и все. Ну, и все, совещание. Там еще после меня, естественно, выступило, там, где-то, три человечка. Девочка, Паша, и вроде еще кто-то. Ну, и все. Тишина. Ждем. Жюри, потому что принимает решение. Там вообще один чувак забыл все, забыл стих, и что там говорить. А, ну, ничего, нормально. Ну, и все. Кто-то уже, мы видим у вас потенциальных, роль для вас уже видим. Кто-то принят просто. Кто-то отсеялся уже по факту. Ну, и все. Ждем вас на тренинг. Одевайтесь. Через два дня начнется то самое. Начнется то самое. По девочкам там вот. Там, в принципе, у них трупа театр. Так, видите, еще совпало, что не было набора, ну, лет пять-шесть в этот театр. Лет пять-шесть не было набора. Это было как раз-таки до набора. Вот так произошло, что я на него случайным образом попал. Ну, все. Я им, кстати, рассказал, как я узнал об этом театре. Там заадептила Алена, девочка из Довинчика, не отменяешь одного мальчика. Еще где-то трех парней, включая Рому и Пашу. Но я как бы не только... Это же не то, что меня заадептила, она пригласила. Я про этот театр уже знал. То есть я благодаря доставкам туда попал, Яндекс.Еды. И да, конечно, благодаря Алене, что так вот я ее прочитал, вот анкету, все, хватит текст. Фух. А, вот кому я еще привет хотел передать, вспомнил. Привет. Данил. Ну, короче, моим сопротивецам. Даниил. Или Данил, я все время забываю. Ну, память, память ошибает. Нефтемагнату. Приморскому лентяю тоже привет. Все, кто меня смотрит. Мансурчику, привет. Эльмирчику, который уже на меня не обижается, привет. Ну, и остальным сопротивцам, которых, может быть, забыл назвать, ну, тут тоже, в общем-то, мы примерно в одной тематике. А, вот, Мари Фелло тоже привет тебе. Соответственно, ну, и все. Вроде всех назвал. Поехали дальше. Ну, все, тренинг. Тренинги, на тебе говорю, они все, не Васьки там, непонятно откуда, они с профильным образованием, и не первый год уже этот театр действует. И этот молодежный клуб уже действует там, я думаю, больше, чем я живу лет. И, соответственно, вот пошло-поехало. По стоимости, по стоимости. Бесплатно это платно, или нам будут заплачивать. Вообще, условно говоря, что бесплатно, что нам платить можно ничего не платить. Но театр все-таки финансирование, они сами себя финансируют. Немножечко помещение у них от этого молодежного клуба, понятное дело, все за государственное все-таки это учреждение. Но плохо с финансированием, как у всего государственного у нас в России, к сожалению, практически. Тем более, что за пределами Москвы находится. Там вот садики, школы, это отдельная тема, постоянно сбрасываться на занавески. Ну, вот, значит, поехали дальше. Красить стены, потолки. Ну, в принципе, двушечку в месяц приветствуется. Всегда, в кармашек всегда приветствуется подавать им. Ну, это нормально. На декорациях, на раз, я в этом месяце не стал подавать. Ничего, первый месяц еще вводный, я только начал участвовать. Ну, уже второй, наверное, месяц пошел. Я думаю, в этом месяце я двушечку Андрюше закину. Дальше. Все, как устроены тренинги? В принципе, актер с курса, актерского мастерства. Кстати, нас уже приглашали на роль, но мне не до этого. Мне пока некогда, мне надо дать моими деньги. Ну, Ромочка согласился. Там как раз такие мальчики комплекции Андрюшиной должны были присутствовать. Ну, у Ромы более-менее похожи на Андрюшину. Ну, в общем, надо открывать. Поехали дальше. Фух, это, знаете, занятия, особенно, по началу, первые безумно интересные тренинги. По Станиславскому, по Чехову, по Чехову, но Миша Чехову, это вот ученик Станиславского, который на гастроли на Запад отбыл, и после этих гастролей из трупа вернулось, там, от силы в Советский Союз 20% человечков, потому что поняли, что, оказывается, там и покушать можно хорошо и так далее, а нужно там оставаться. И вот среди них был Чехов, ну, не Антоша. И, соответственно, вот так вот. И мы вчера, например, тренинг у нас был по Чехову, там вот эта вот западная школа, ну, условно, западная. Там можно, кстати, сидеть, а не только стоять. Ну, как все тренинги проходят, они как раз-таки, да, на раскрепощение, на пластичность, на гибкость, на фантазию очень хорошо. То есть нам говорят, там, допустим, в паре действовать, и мы должны разыгрывать какую-либо ситуацию нерядовую. При Броновском движении по залу мы двигаемся, 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 и должны соприкасаться взглядами. И вот с кем мы соприкоснемся, мы с ним должны каким-то образом взаимодействовать. Ну, там разные задания на взаимодействие, там, какие-то более-менее даже любовные были, ну, не интимные. А вчера вот по Чехову, в основном по этой школе, мы занимались именно фантазированием. Представьте, то все, мы внутри себя проигрывали ситуацию, там, человека с зависимостью, человечка-маньяка, в его шкуру втисывались. Ну, в общем, мы разыгрываем, там, знаешь, там, противные были еще. У нас кто-то, у нас, там, знаете, вот, что меня удивило, с хорошей стороны, ну, все-таки про девочек я хотел сказать, что там, по девочкам, ладно, давайте, по девочкам. Ну, да, там действительно есть красивые, там даже есть очень красивые, но замужние, женаты, несмотря на то, что у них там возраст, там, 20 лет, может быть, почему-то они, вот видите, замужние. Ну, соответственно, есть там и свободные, как я понял, а есть там, ну, очень красивые, просто безумно красивые, ну, постарше. По контингенту, по народу, там, от 16 лет, ну, скоро и 17 будет, до... Я не знаю, сколько ему лет, потому что он сказал, что 35, но явно больше, про законодательство молодежи, театр молодежный, клуб молодежный до 35 лет, по-российскому. Ну, мужику, я думаю, лет 40, может быть, никакая разница, нормально. Во, я его, во, я его зовут, здороваюсь. То есть, в общей сложности, нас, человечков, там, 30, вместе с руководством, ну, 30 человек, ну, 33, 34, вот так. Немаленький театр. В общем, меня удивило, насколько люди действительно творческие, и в большинстве там с расшатанной психикой. Это прекрасно, что у нас с гибкой психикой, что они могут себя ввести в такое состояние. Вот вчера на тренинге, там, мальчик, парень допредставлял, что, там, нужно было вызвать у себя мутение, да? Он дорвоты, можно сказать, допредставлял. Кто-то там рыдал. Ну, в общем, мне это очень понравилось, и чувство юмора удивляет, насколько развито там у некоторых. Просто я, а я ржу все время, ну, как бы, слышно, я очень это делаю. Мы тоже ярко, открыто, эмоционально все чувствуем, реагируем на все это. В общем, как бы и успокоение одновременно, в общем. И это очень тяжело, у нас там дрючат просто по полу. Первое занятие, что вам наверняка интересно, что было на первом занятии. Ой, разминка, то, что вот в ведущих театральных вузах России происходит, какая разминка, это не просто разминка, это, ну, часа два с половиной. Это, извините, сколько там было приседаний, отжиманий, пресса. У меня потом неделя, и у меня одного все болело. Молочная кислота все-таки, и пресса, и так далее. Фух. Соответственно, ну, дрючат нас по полу. И вот эта вот рана, вот эта вот рана, но она уже заживает, она неспроста, она как раз-таки тоже с театра. Она с театра у меня появилась. Я говорю, там вообще звездец. У нас были тренинги, курсы по кувыркам. Там я все-таки огромную часть своей жизни посещал айкидо, реальное айкидо, там айкиджитсу направление, можно сказать, ну, там были ответвления. Тэквондо посещал. Ну, легкой атлетикой это не считается, но тоже был у меня год легкой атлетики. Короче говоря, у меня кувырки все через плечо были, через плечо. А там нас, ну, короче, заставляли, можно сказать, переучиваться именно в театральные кувырки, в театральные падения. Нет, ну, это такое дрючево было. Потом все после этого болит, хоть и кувыркаешься на матах, там кувырки через человека. А когда мы там перепрыгивали, я хочу посмотреть, как вы умеете перепрыгивать. Вот это все. Это важно. Физическая нагрузка все-таки на спектакль. Это должен быть в идеальной форме. Говорят, что вроде как там чуть ли не на шпагат мы скоро будем садиться. Вся эти разминки, растяжки. Это очень хорошо, что это тренировка, да, вот что как раз таки я уже несколько лет не посещал ни тэквондо, ни айкидо, и так далее. Никакие спортивные секции. А вот тут как бы одновременно и театральное искусство, и актерское мастерство, и фитнес. Причем полноценный такой мощный фитнес. Фу. Ну да, по девочкам еще раз, красивые есть. И даже одна мне снилась позавчера, или позавчера. Да, и такое бывает. Какие-то романтические слова, не сексуального подтекста, а вот именно романтические. Тоже переживания были внутренние, что я там как-то наконец-то влюбился, наконец-то нашел взаимную любовь впервые за жизнь. Это чувство, которое мне так нужно, за которое я бегу и до сих пор у меня нет. Вот я во сне хотя бы его прочувствовал, проощутил, и, как ни странно, девушка из театра. Но не забывайте, что я стеснительный, волнительный. И там, кстати, не один такой. Я вообще, я реально удивился, насколько там творческие люди. Я удивился, удивился просто за всю жизнь свою. Я даже, учась вот там по профилю графического дизайна, не знаю, что я несколько ходок тоже делал туда. Это волонтерство, казалось бы, фестиваль уличного искусства, понимаете? Ну, вот таких творческих особ я не встречал даже там. Но вот здесь в театре это наконец-то. Вот за этим я, в общем-то, туда и шел. И я не ожидал этого встретить, случайность. И оказывается, что такие люди вводятся, творческие. И вводятся они в театр. То есть, в общем-то, более-менее я попал в атмосферу людей, которые и меня понимают, и я их понимаю. Прекрасно. Как бы, это прекрасно. Это вечная игра, вечное детство, с одной стороны, но при этом вечная серьезность. Это прекрасно, друзья мои, это прекрасно. Ну, более обширно, как бы, я даже не... Это круто, но это тяжело. Это тяжело. Еще я вынужден, вот как вот вчера, столько доставок, я ухреначился, доставительство совмещаясь с Яндекс.Идой и уставший прибыл на этот тренинг. Ну, хорошо, что у нас тренинг был западный, где более вольный, более свободный и более гуманный с отношением к человеку, не как к животному, что там можно было хоть посидеть на удобных их стульях и отдохнуть. Были ситуации, что мы должны там с одним мальчиком посначала были в Заречной, в область Хренакулс, а у меня же работа, просто никто не соглашался. А я думаю, только если никто не согласился, я ему так и сказал, то ладно, я согласен. Тем более, там пообщаемся с ним за одеждами, одеяниями, там у них будет шоу, кабарешка, спектакль, кабареш-спектакль, это очень круто тоже. И вот там как раз таки много таких полу-цыганских было костюмов отдавали в Заречном там, из клуба, из ночного клуба кто-то зачем-то как-то, ну ладно, все. Но отменилось, потому что зачем-то эти кабарешные костюмы раздали в детские сады. Что происходит? Ну вот хорошо, потому что я в тот день работал, как Владимир Владимирович раб на галерах, вот я тоже как раб на галерах. Ладно, все, ребят, девочки, мальчики, молитесь за меня, я мучаюсь, до сих пор нет взаимной любви, до сих пор нет девушки, сколько лет уже, сколько я веду канал. надоело мне страдать. Ну, во всяком случае, пока что, ну да, мы с кем-то там ходим, бродим, там до метро доходим, общаемся, но никаких чувств, никаких серьезностей. Мне уже снится кто-то, а со стороны девушки нет, никто не закрепил меня в своем сердце и в своей душе. Сочетание, количество мальчиков, пропорции девочек там примерно одинаковое. Фух, каждой твари по паре по идее должно быть, ну, вот это, конечно, меня мучает, что нету синергию у нас. И после каждого там, за исключением небольшим совсем тренинга актерского мастерства, мы садимся там в круг, и вот каждый рассказывает свои ощущения, эмоции, переживания относительно тренинга прошедшего. Это тоже прекрасно. Ну, мозги плохо у меня очень работают и память плохая. как могу, так и в белых голове. стеснительных, волнительных театров много. С подвижной психикой, много думающих. Больных там нет, я считаю. Это только особенно психическое нездоровье, это вообще такая относительная тоже тема. Сложно найти нездорового человека психически, а там может быть просто генетически, ну, совсем шизулька. Кстати, я, возможно, расскажу про встречу со своим бывшим другом, с которым я не виделся лет 8. Ну, короче, это был друг детства, школьный друг, частично садиковый друг. И что с ним сейчас произошло, в кого он превратился? Возможно, я про это тоже расскажу. Видосы. Ну, все, не забываем лайкать, подписываться, комментировать, взаимодействовать. Называем про мой телеграм-канал, мы там общаемся в беседе этого телеграм-канала. Про донаты я не умолчу, тем более на днях из Яндекс.Еды расхерачил себе недешевый телефон и, в общем-то, поддержка финансовая не помешает. Но я, в общем-то, в каждом видео об этом говорю. Это, в принципе, как бы нужно. Но это все непринуждительно, непринужденно. Все, с вами был Александр Андреевич Кузьмин. Давно не виделись, но еще раз загружен. Мучаюсь. Фу, помолимся, что он наконец-то нам с вами найти вторую половинку. В общем-то, вроде как каждый имеет право на кто-кто вам сказал то, что каждый имеет право, а что каждый не имеет право, кто вам сказал на надоело им вущество, надоело тебе, ну очень. Ну, что приятно. Кстати, по поводу я же реально набрал колосящейся травы. У меня вся квартира в ней. Видите, как красиво. Это очень красиво. Хоть она и не пахнет. Вот пока моя любовь. Замещение любви колосящейся травой. В этом месте должна быть помимо травы еще и девушка. но, к сожалению, пока только трава. Суррогаты. Повсюду суррогаты. Таковы времена. 24-й год. Все еще жиг, Александр Андреевич Кузнин. Но все как бы расшар... Ну, кто же расшаривается у ребял, к слову, ну... Тяжко-тяжко. Очень тяжело жить. Очень.